так давай короче друзья вы задавайте пока вопросы мы начнем рассказывать про наушники запускать конкурс и после запуска конкурса почитаем все вопросы я думаю и расскажем еще про ноутбук которого у нас вернулась все который у меня тут появился что ноутбук огненный на самом деле мне очень понравилось я с ним провел где-то полторы недели чтобы все знали это asus republic of gamers tricks gl 553 vd мог на кассе у меня к тебе есть один вопрос да мы вроде решили с наушников так мы и будем с наушников начинать это мы подогрели интересное чтобы народ не отвалился что мы после этого перезапуска стрима потеряли человек 120-130 примерно вернуться ну понятно что вернуться но сейчас люди пропустят все самое интересное так давай мы по наушникам начнем с коробки в коробке нет нифига но мы все-таки покажем как нифига там наушники нет внутри коробки сейчас же нет ничего вот друзья это короче сенхайзер gsp 350 принципе можно было про них сейчас рассказать из разряда вот мы там несколько недель назад вам рассказываю про gsp 300 это все то же самое вот но со звуковой платой но мы так делать не будем на потому что наверняка половину людей не смотрели те gsp 300 и поэтому будем рассказывать такой gsp 350 это гарнитуру от сенхайзер те кстати кто опять не смотрят на должны я сейчас расскажу что я дикий фанат сенхайзеров больше нет ничего проверь еще нет ничего все вот коробка такая наушники стоят десять с половиной 11 тысяч рублей вот микрофон больше вот так вот опусти сейчас васян тут расскажет все нет есть мы что-то упустим мы можем ссылку дать в эфир с ютуба нашего начались мы сделали по ним уже видео обзор давай только наверное лучше сделаю это я ну ты конечно сделаешь верни верни коробочку то есть внутри вот такая вот красивая коробочка ну собственно говоря она не нужна никому потому что здесь были но наушники их они сейчас уже на вася комплектация очень простая у них наушники звуковая карта где-то здесь валялась а вон она погодь извиняюсь что-то все-все не разбежалась как но вот такая звуковая плата к ним идет звуковая плата такая же как у наушников сенхайзер pc 373d который мы тоже рассказывали о них уже рассказывали кстати они у меня здесь есть да 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 вот как у товарища мельника вот такая же звуковая плата как к топовым 373d шла вот и грубо говоря она и отличает 350 от 300 и добавляет ну довольно такой серьезный это к цене кусочек то есть если эти стоят где-то 367 300 то эти уже стоят 10 11 и такая существенная штуковина но звуковая плата я скажу так она прикольная для этих наушников ну то точно так же как для 373d причем с этими с 350 она звучит получше потому что у 350 очень низкое сопротивление они всего 19 закрыть да они канака раскачивают их просто как сумасшедшие я сейчас давайте включу примут хочешь давай причем провод здесь же съемный в отличие от 300 при желании в принципе есть ты захочешь юзать эти наушники то есть я просто могу выдернуть отсюда провод и вставить его в свои куда теперь уже свои вот и валя разогнал уже нас сегодня просто по моему знаешь эфир сенхайзера так сколько уже тут раз два три сенхайзеров в кадре три штуки давай добавим четвертый давай что прям вот вот день сенхайзера да вот еще еще сенхайзер диман напрягся дима наушники хочешь но прям вот знаешь присматривайся чтобы звезды чтобы никто не заметил ты тоже любишь сенхайзер ничего себе дима дима начата не любишь декс декс не любишь да слушай это кстати не последний сенхайзер который у меня здесь есть да ты хочешь даже тот показать какой тот тот самый тот самый у меня еще два твой любит даже два сенхайзера с собой да ну-ка давай какие достанешь первые я вот думаю только что-то те пропали ладно достану свои с вами новая рубрика дима игрование санхайзер играю сенхайзер вот смотри какие у меня есть красивые это мои личные наушники это все грубо говоря вот с этих я начал знаком с сенхайзером видишь такие они классные с этой штучкой это тебя жена связала да 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 просто когда я посмотрел сколько стоит реально настоящая подушка я понял что и не легче ее подвязать вот этим наушникам на них вот вот посмотри 280 pro им 9 лет 9 лет подожди тут подушки как новые подушка нет вот они лопнул один амбушюр вот он просто но это не так страшно нет второй кстати тоже лопаются но не страшно но они стоят еще более-менее как по-человечески провод родной на них до сих пор ни один динамик джек не пищит вообще ничего не менял родные джеки стоят все родное стоит еще у нас же нам было на перименовывать сенхайзер же c просто сенхайзер это какие сенхайзер раз два три четыре пять еще один так как я буду смотреть монитор ну не знаю я смотрю еще мешает ну ладно да мешают и так не смотри у меня есть еще одни сенхайзер это мы короче друзья я у вас прошлый раз спрашивал дает чем тестировать вот этот звук охлуху короче разошелся разогнался на всем пациенте вот эти мелочи про первые сетки это диджеев и d7 мари как делают да причем одни на типе диджейский вещь можно вот так ну чтобы одно уху снял да не как вот этого делаешь вечно оттуда назад это гусной как лев очень удобно очень прикольно в общем ладно чем был возвращать gsp 350 или сделаем обзор секси давай какие самые дорогие как бы не не жирная да даже если бы они были я думаю их не будет давай самые дорогие которые за 650 и вот эти то есть если так и типа нисходящие то есть 600 пятидесятки сегодня стоит по-моему тридцатку они обойдутся потом идут по я думаю диджеев нет вот девятнадцать за девятнадцать тридцать семьдесят третий который у мельника есть потом вот эти стоят пятнаху да смысл вот эти вот пятнах все стоит ну или 16 да они такие причем басовиты ну для игр неплохо то есть кто любит много баса они клевые наушничка мне понравились интересные интересные да ну как бы своеобразный звук то есть для музыки они не умных я бы сказал так звук не очень характерны для самой сенхайзер да то есть у газера на принципе я считаю про высокие и средние частоты мне это нравится как раз то есть хард-рок на сенхайзер отлично заходит эти все-таки на типа диджейский в них больше баса значительно больше чем обычно бывает у сенхов но нормально звучат то есть на свои свои деньги они отыгрывают написано все разыграть друзья тут половина наушников мои личные я не могу все 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 подряд и у них свой провод здесь да у этих наушников провод фирменную другой уже другой фирменный другой нас иначе прикольно они подключаются любой стороны да это проводка это клево так так следующий цене вот эти потом вот эти где-то нахуй да кстати вот эти будут подороже gsp 350 и они но за счет звуковой платы ну на роже то есть они там 10 плей на 11 тысяч ну и завершая список это вот мои 280 про который с этим made in irland в ирландии да 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 народе невкусного пива и гиннеса в конце концов наверно поэтому они так клево и звучат что возвращаемся к gsp 350 до похвалились нашей радостью звуковой мне мы сейчас включить здесь да хорошо хорошо сейчас у вас немножко тут дадим вас послушать gsp 350 на самом деле по поводу звука gsp шик они ничем не отличаются от трех соток то есть как я говорил это прям классические сенхайзеры которых очень много высоких очень много глаза на лоб колесы опять глаза повылезает и зарпит не они громкие то есть за счет того что низкое сопротивление карты их раскачивает прям вот ну на ура нравится да да ну и вас тоже не слышно наушники закрытые звукоизоляция у них ну не прям супер то есть скажем вот у hd 7 она значительно выше эти в этих наушники лично я вообще ничего не слышу что происходит вокруг но здесь тоже все нормально микрофончик у них тоже хорошие я бы сказал низ на дуга короткая но как у трехсотых то есть но я люблю но на дуга сюда уходят дуга короткая это не так уж и плохо на самом деле он не запихивается прям в рот это на мой взгляд если я слышу тебя вот так вот но если она уху сместить она все-таки уже ближе карту вот так вот ну не а не может я с другим подмечет какой-то дикой какой-то на ли количество наушников через меня прошло не в натуре через меня еще и вот здесь диджейских микро нет и нет или диджейских нет микро ну можно пойти купить отдельно микрофон то есть как бы я вот в эту звуковуху да всем хайзеровская просто пихал шуровский свой микрофон см 57 не пг 57 возможно у меня даже с собой шурский я его ну шур есть такая фирма но тоже занимается звуком напомню занимается наушниками основном по записи звук ну вот ну нет и нет программа что я вообще мало слушай но ноутбуки понимаешь как-то ноутбук меняешь каждую там неделю у тебя новое но тяжело следить чтобы все программы везде стояли ну хоть что беликом горела да то есть карта вы gsp 350 они поддерживают dolby хэдфона у них 7 и 1 все дела и причем 7 и 1 у dolby но довольно качественный то есть раньше я вообще говорил то есть 7 и 1 на dolby это прям вот ну супер штука да от которой я тащился я бы что это лучше вообще вариант 7 и 1 ну один из лучших вот но после как я послушал вот эту плату с фирменными сенхайзеровскими технологиями я понял что есть есть 7 и 1 виртуальные лучше чем dolby реально она выигрывает в этой вот чего еще расскажем мы про наушники давай про внешний вид немножко да да то есть по а ну по поводу давай ван про 7 и 1 начали то есть как бы за счет того что эти наушники особо в бас не лезут но нормально он существует как бы но он очень ровненький такой то есть не напрягающий не ладно шучу шучу но под разную мужику в музыку должны быть свои наушники это очень дорого лучше купить одни хорошие и любить один жанр музыки за счет того что они не сильно босят у них отличная позиционерно то есть они отлично относятся к высоким средним частотам и все у них хорошо есть музыка они тоже любой справляется то есть выбор прекрасно все по самим наушникам но опять вот это уже вот как вот отключаешь звуковуху до перед тобой gsp 300 оказывать то есть пластик хороший добрячий такой вот без глянца то есть не пачкается не царапается кстати эти наушники вот посмотри да на их состояние они у нас уже два месяца находятся на тестах им вообще ничего у них не царапки ничего не да 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 очень хорошо конструкция опять же классическую из нормальной гибкой коромысла сейчас не хайзер опять наверно там не только санхайзера я тоже до сих пор не привык то есть выдвижные дуги и динамики закреплены таком ну небольшом шарнирчик то есть есть ход но не очень здорово конечно садятся принц на любую голову то есть может только на ванину не сяду там они сядут но будут довольно крепко сидеть очень сильно но они при этом все равно мягкие управлением то они не клевые они хорошо сделаны они мягкие легкие они как бы для своей цены они реально очень хорошие то есть наверное это те наушники которые можно идти брать и особо не задумываться по там понравится звук не понравится опять же не понравится наверное любителям супер баса да то есть такого которые многие считают что как в наушниках бас это прям вот нужно да хотя я считаю что бас наушник но он не может играть из-за того из-за просто того что низкие частоты это слишком большие волны сами по себе но тут нет пространства где им распространяться вот с микрофоном мы показали как он уже гнется перед на ртом да 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 вот здесь загибается отметим напомню что он выключается когда если вот опустил включилась поднял отключил тут прям такой щелчок идет удобно сделано все просто на совесть качественно ни к чему придраться здесь невозможно ничего не болтается и люфтит то есть мы просто сделано удобно и хорошие мере наушники знаешь к чему бы я единственный придрался звук у них да вот это вот колесико вот во первых она немного влияет на самого качества звучания то есть когда не на сотку держишь они немножко проседают по звуку и непонятный момент колесико на минимум не убирает звук полностью нет отключения динамику то есть либо режима микрофон несъемный да микрофон несъемный то есть ними не походишь по улице ну как некоторые ходят некоторым нормальный я носишь не я не знаю наверное так съемный провод провод просто съемный нужно быть отдельный да у сенхайзер продаются переходники переходники к сожалению дорогие реально дорогие провода к с один кабель но они зато здесь надежные здесь что я не знаю кто как рвет у меня ни разу все по разу я своей жизни переломал столько наушникам поняли что я не могу утверждать кого надежнее кого ненадежно вот я могу сказать вот у 280 pro надежный кабель я с ними проходил пять лет я этими наушниками сломал джек в плеере кавоновском я сначала грешил на сами наушники потом оказалось что сломал джек в плеере ну подумаешь всего лишь один наушник да у тебя же второй остался лучше я бы сказал так лучше провод сдох бы его хоть перепаять можно слушай обычно ломаются джеки джек ломается вот в этом месте от перегибом бесконечно да вот то есть вот вот здесь уходит в кармане постоянно у тебя просто отлетает один из проводков а их паять заманаешься конечно то есть там очень нам и причем нужно именно уметь паять это эти конкретные джеки так вот ладно возвращаясь провода сенхайзер использует фирменный джек на свой наушник который вот здесь вставляется и к сожалению в свободной продаже их нет только фирменные сенхайзер ски провода провод на трех с половиной миллиметровый джек ну как там есть есть два провода один провод длинный подкомп на два три с половиной либо один метровые есть вот мобилки но планшета четырехконтактный джек каждый стоит 1200 по мне это дороговато но кому понадобится принципе можно можно и приобрести ничего в общем тут мельник просто еще пишет да как ни странно зашло кино в синхах даже сериал и дальше он пишет видимо по поводу dolby surround то что первым смотрел агент в считаю там призрачный кончик крутил цепь вокруг себя я реально услышал как она вращается вокруг меня в играх позиционирование стало очень клёвая по музыке спрос переслушал много всего от бэйби метал до джазового шедевра всех времен так five мне именно лирика блюз и джаз понравились по звуку слышны инструменты как по отдельно друг от друга в класс да но это касается этого про 373d во-первых обязательно в играх ставьте объемное звучание не забывайте про это включает по 7 и 1 наушниках а по поводу джаза и лирики блюз до эти наушники 373d они как раз расположены вот ближе к такой вот аккуратный музыка и в них еще классика хорошо звучит то есть какой-то hard нам не знаю ну как искать хип-хоп еще еще hard rock вот 373d звучит не так круто их просто банальный причем не может просто качнуть вот эта плата то есть 3 350 и она качает примут на ура ну потому что у них низкое сопротивление у 373d сопротивление по-моему 50 или 60 ом и этой плате она бывает на пределе возможности работы то есть если вот на 373d покупаешь отдельный провод и засовываешь их крутую плату но даже вот этот gsx тысячный да они совершенно по-другому звучат но их просто нужно раскачивать динамики более серьезно вот а так да то есть в комплекте если вот рассматривать 373d именно варианте того что стандартный звуковуха да это классика и более такие мягкие спокойные композиции десятком 50 но 50 все равно это 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 уже как бы сопротивление то есть надо понимать что в принципе а массовые наушники до большая часть массовых наушников это до 32 он собственно 32 ома рассчитаны все плееры все телефоны и встроены звуковых вот эти реалтек которые в ноутбуках стоят в компьютерах наших стоят то есть это все 32 ома когда подтыкаешь что-то побольше нужно заморачиваться смотришь пришел пекло в кого что он спорвал а мы сейчас лей пошлем никуда подальше за едой там у евгения пекло день рождения лей если ты нам принесешь мы будем тебе очень благодарны не пекло нам принесет не нужно еду нам нужно принести ну не прям в эфир вот ну просто да как чет нам тушь пишет причем тут раскачка динамик как зависит от грубость трека понятно на мониторных ушах просто чище а чиха слушайте смотрите я вам объясню немножко по поводу сопротивления и что что значит раскачивать вас понимаете когда у наушников выше сопротивление им нужно подавать меньшее значение токов вот но выше напругу надо поднимать фазер приманг пишет что если бы понятно были бы такие наушники но без микро то уже есть отдельный нормальный микрофон плюс такие бы наушники стоили бы дешевле этого и про кого продажи видимо через 50 мне кажется намного дешевле 50 весь 80 ищите вообще улетный звук у них дим то есть если вы как бы ну готовы а у для вирту берете короче за сенапсимцы хайзерский gsx 1000 и будет у вас еще виртал 7 1 вот нет ну друзья если вы уже подвязались под собственные микрофоны исходите из этого да тогда но лучше брать хорошие дорогие наушники другие аубкин сашок так пишет что я в телефон втыкал 250 тонны но он громко ну хорошо что громко я как бы не спорю есть для вас громко я же ниже не жалко я просто рассказываю как бы со стороны физических процессов а если у вас ну своя физика но это тоже клёво знать как бы энштейн свое время тоже свою физику придумал и все довольны он прославился а у 280 кабель тоже отстегивает нет там кабель мне кажется даже оторвать невозможно то есть не не в 200 десятых ничего не отстегивается все 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 сделано намертво сейчас желание прикольные сидим и такой барабана стигнулась так и да нет будет есть 80 меня поражает то есть наушники посмотреть да то есть ты вот на них смотришь да и понимаешь что ну пластик какой-то дикий просто да вот смотри на них на 280 он простейший как тапки зато не ломается собственно то же самое про 350 могу сказать простейший пластик не царапать они нам еще одни придут придут чего и пришли их отдадим и для розыгрыша коло среди меня и меня тебя и тебя да и кого мы будем разыгрывать дима галстук еще одни такие наушники хватит хватит с нас для наушников да вот ладно чё давай перейдем к розыгрышу наверно и зададим кай каверзнейшие вопросы просто дико каверзны самое интересное мы практически на все на них уже давали ответы я вот так сейчас вот смотрю и понимаю что в принципе я про все даже успел сделать да да ну почти но ума то на все эти вопросы есть ответы в ролики на ю тубе подставляющие с меня то есть я должен присоветовать посмотреть все ролики до наши ну там нет ответов на все вот на самом деле придет загуглить два вопроса они довольно такие интересные простые я бы сказал но зато проигры да она первые два я думаю те кто сейчас внимательно слушал в прошлой передаче было ответит прямо в лед чего давай задавать вопросы давай ты задашь давай как обычно любитель задавать давай первый вопрос сколько gsx 1200 звуковую плату но это по-моему ты это тысячная но мы 1200 где-то а я ее разобрал не могу принести она там по кускам сейчас лежит зачем ты разобрал зачем я это сейчас сказал в эфире я вот так вот лучше бы говорила ладно в общем сколько gsx 1200 можно подключить друг другу для создания голосового чата без задержек да мы прошлая передача об этом рассказ нужно число вот и все ушли кушать приятного аппетита поздравьте пекло от нас да жене и смотри с днем рождения да ладно давайте переходить ко второму вопросу но у нас их даже четыре сегодня боже да четыре да уж не крутые кем разработан алгоритм бинарал рендеринг engine да тем бре что за бре бре сокращение бре 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 ты меня запутал для эмуляции объемного 71 звука в gsx 1000 и gsx 1200 про да третий вопрос какие компании разработчики видеоигр сотрудничали с анхайзер для записи звука в играх тут их я вижу две компании да но я думаю мы будем принимать но оба ответ ну да 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 потому что ну вот ладно и звуковое сопровождение для каких игр это четвертый вопрос были записаны на аппаратуре санхайзер три варианта ответа целых и даже если вы хотя бы что-то одно пришлете она будет засчитана как правильно да все верно ну чего вася надо в чат нам это да все сейчас откопировать главное без ответа я надеялся что дима это сделает но дима я сделаю не переживай дима дима поддался искушение покушать и убежал да 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 куда присылать ответы пока не забыл на почту twitch собака игромания точка ру вот так вот на твиче можете написать восклицательный знак и почта вот вам тоже в чат появится сразу сразу появится что-то появится что-то появится до вопрос сейчас текстово выложим в чате не переживайте скопировать твоя пока поотвечаю на давай который пришли там очень много вопросов дима как дела со сборка на мини айти x друзья мы там мы собираем его собираем детали компьютера то есть что-то какой-то вообще тихий ужас тем чтобы достать железо то есть мы достали кулер мы достали офигительный кулер от ногтю который просто тупо не встал на нашу материнку прикидываешь то есть у него проставка может наушники снимешь нет почему не знаю как тепло вот мы достали кулер от ногтю маленький такой красивенький он стоит три штуки начали прилаживать его к материнке и он уперся просто лег на конденсаторы вокруг вокруг сокета это честно говоря большой косяк самой ногтю да потому что они ну должны то описать ограничения там просто не хватило длинные площадки сейчас у нас ильяс наш нового еще один редактор по железу он занимается тем что из дома режет медную пластины чтобы сделать проставку между кулером и процессор то есть процесс идет да у нас все идет и сейчас вот нас последнее что осталось чтобы начать сборку это дождаться корпуса с корпусом тоже оказались проблемы нам подошел только один варианта мне подошел понравился лично это fractal дизайн но 202 то есть он вот 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 такой вот высоты вот чуть 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 побольше xbox one 1 1 1 1 вариант несколько которая вот вот самого первого то есть вообще это был ориентация на мы решили это сделать после того как сделали обзор на компьютер asus rock g71 по моему ну нам на маленький такой мощный его притаскивать решили просто попробовать собираю все это сами сейчас я на самом деле хотел медиа тоже себе какой-нибудь медиа-центр собрать но знаешь из разряда дешевых слушай надо собирать на самом деле дом валяется но причем помнишь что вот эту вот штуку которую ты мне давал инвидиевскую где впаян видео про то и на ионе и они дал слабоваться на сегодня вот он для full hd слабоват не вывозят но при этом когда я поставил на нем плекс медиа-центр медиа не сервера не она в р он справился с 1000 с этим настраивать на странная штука у меня nvidia и он 2 и им тоже не выводится но возможно мне нужно там и здесь не подменять у меня маленький прям хтбц-шник есть от компании сапфир старенький старенький такой да но вообще кто объем сама платформа старая вот и этот второй он тоже не выводит сейчас он просто не вывозит искал даже винду возможно это совершенно бренды наверное intel hd график сейчас же должен вывозить получается да то есть достаточно в принципе да квиксинг там там движок очень мощный по квиксингу и кстати с каких кор начался он в i3 вообще встраиваем или только вы седьмых есть в i3 ведет ядро если есть устраивается так давайте на вопрос у меня к сожалению там не все вопросы сохранились уже очень очень много всего нам писали и поэтому давай 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 я сейчас открою что-то давали там был очень хороший вопрос человек человек так на вася обмазывается наушниками да а что там касаемо диджеевских у которых динамика отодвигается как называется модель модель называется сенхайзер hd 7 диджей наушники реально прикольные мы их брали чисто под звуковую плату вообще я хотел честно получить 800 и наушники за полтос да я даже был бы не против к это звуковой плате получить на тесто орфеус и за изолям рублей притащить их сюда показать да но как-то не оценили на самом деле вот 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 такой рейнер подоги да и мне дали hd 7 диджей но они они реально клёвы ладно дмитрий а не мог бы ты мне подсказать я покупаю себе колонки модель harman cordon sound stick 3 в ней только один вход под наушники вопрос можно ли использовать звуковую карточку чтобы можно было слушать музыку через наушники с помощью от усилка от harman так еще раз дмитрий вы уже купили эти колонки или только покупаю ему их везут я так полагаю я вас понял ну ладно хорошо sound stick 3 не только один вход я не очень пойму смысл понял вопрос на как бы смотрите во первых усилок там будет встроен что не сильно хорош да 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 я посмотрю сейчас давай давайте я быстренько был углублен рю но я пока отвечу на то как звуковуха стейнберг qr-22 мы не тестировали пока что не можем чувствовать стейнберг я очень не знаю вот к сожалению ничего не буду вам сказать и так что скажется наушниках на что скажется наушниках аудиотехника хорошая своеобразно надо их слушать и проверять лучше ну то есть проще всего как делать вы приходите в один из магазинов доктор хэд ну к примеру да к примеру там есть возможность все послушать и выбираете себе признаете надо понимать что как бы когда вы уходите в звук уже ну реально захотите вот ищите звук для себя да хорош хоть готовы заплатить за него деньги не просто пойти и купить любые наушники это лучше даже сенхайзером заплатить деньги из разряда больше 15 тысяч только на наушники ну не больше 15 давай больше стих нет подожди вот сегодня звук начинается от восьми тысяч рублей от семи восьми тысяч просто как бы это входной сегодня входная цена для тех кто уже готов немного вот от заняться звуком вот и вот хочется клёвого звука хоть что-то интересного очень ну прям вот вот именно именно слышать уже какие-то нюансы да то есть принципе до восьмерки нет есть наверно до восьми тысяч хороший звук я бы сказал это тортл бич и у hyperx очень удачной модели выходили да то есть cloud core но под них под клауды нужно звуковых уже там 64 ом они 56 ом вот и под них строй на реалтек но не очень хорошо заходит четверг до мильник а сейчас доберемся давай мы до отвечаем на вопросы да вот по поводу harman да сейчас вернемся про harman ответим вот вот эти вот есть две две фирмы до у которых есть удачный наушник но но так вот если уже идти в какие-то вот интересности со звуком и начинаете вот разбираться в нюансах уже там замара что был смысл покупать какие-то звуковые платы то есть чтобы ну ловить нюансы по звуку да это сегодня семь восемь тысяч но то что было три года назад 4 5 тысяч грубо говоря мои 280 до сенхайзеры они свое время стоили 4000 рублей это это реально входной билет хороший звук нормальный звук к сожалению вот здесь опять же такой момент начинается что когда вы идете в дорогое аудио то звук вам уже нужно выбирать по своему вкусу то есть вы идете понимаете то есть сенхайзер расповедует допустим вполне определенное звучание вот я говорил высокие частоты средние частоты не очень много баса bayern это к примеру они наоборот любят чуть чуть больше баса и допустим немного поджаться с высокими частотами там а кг а кг не помню что у них а кг аудиотехника не 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 очень с ними их слушал вот ну то есть нужно идти каждую слушать и выбирать под себя что вам нравится какой характер звука и уже исходить из этого дальше давайте про harman kardon да ответим купили купили хорошо ладно у вас там всего один линейный вход разъем мини джек все забудьте никаких наушников ничего здесь не будет как бы использовать усилитель колонок вы не сможете буквально потому что но он не рассчитан на то чтобы работать с наушниками чтобы он работал с наушниками подожди вот я смотрю да наушник линейный вход стерео есть разъем мини джек все я не вижу тут выхода на наушники если бы выход на наушники да это был бы усилок с которого вывели именно выход трех с половиной миллиметровый джек и он их обслуживает а так у них усилитель будет обслуживать только сами динамики ничего больше можете попытаться конечно паять джек в разрыв между динамик и сабом да но я бы не советовал этим сильно заниматься и заморачиваться давай дальше у нас какие-то вопросы бильник просто писал по поводу того что ему не очень понравился провод потому что он какой-то странный за все цепляется такое печенье как будто бы липнет может быть он плавится по моему вообще не заморачиваются проводами да то есть у них все провода такие вот этот провод а 280 он как бы ну да ну какой стать его этих проводов даже сказал бы знаешь что мне нравится этих проводов сколько бы ты не крутил наушники это провод не закручивается не задумывался то есть как бы нет вот сменные провода у них материю закатаны да да материя к чему смотри какой у тебя из проводов проводов липнет просто смотри ты же понимаешь что в принципе вот это вот второй к можно заменить на любой другой просто микро юсб ну если вдруг я просто не знаю там по моему другую полный другой не там тоже мини из микро юсб там по моему уже другой последний подключается такой же вот сенхайзер практически все провода такие то есть вот вот это двести восьмидесятых провод сейчас я покажу от hd 7 д джей провода для мельника тоже такой же без облеток без всего в пластике не знаю у нас вот я пока пользовался он у меня сейчас ни за что не цеплялся ни к чему не лип от 650 так вообще провод двойная жила идет простейший знаешь как акустическая пара стоит как сатана просто это провод тысяч семь восемь что ли за него отдать ладно скажите вот по такому вопросу пожалуйста монитор с джи синхом так и частотой в 144 герц замечательно в случае скажем частоты в игре падение частоты в игре ниже ста восьмидесяти ста тире восьмидесяти фпс будет отображаться разрывы картинки или складит и тоже понизит в этот момент свою герцовку по первых джи синх ограничен на 60 кадров есть у вас в рубль джи синх вы не получаете 144 герца и я считаю что если у вас фпс в игре ниже 144 в районе 100 и 80 врубайте джи синх и ограничить 60 то есть не стоит лезть на 60 80 просто работайте с джи синхом и на 60 фпс да это же прекрасно я же не спорю что он будет шикарным если кому-то что-то нравится я считаю кстати electric soul пишет что у меня корпус кугар qbx я тоже собирал на мини айча я посмотрю сейчас сейчас я глядую практически практичные маленькие да у нас есть понимаете маленький рпус а вот у нас стоит ли он ли писи q6 да у вас кугар на кугар вот прям этим квадратненький а я хочу чтобы было прям по на консольку на консоль куда но на вот посмотрите но 202 от фрактал дизайна вот еще серж молдов спрашивает привет парни что просто скажете астрогейминге так полагаю писать вольные наушники нет подожди начнем с другого присылайте мы вам скажем кого присылать ну просто вдруг человек работает просто там у меня есть сколько у тебя наушники не спрашиваю очень много у тебя ушей столько нету нет я могу одевать подгонишь то я понял что вот тут реально после того как попользовался теми санхайзерами которые вот у мельника теперь понял что на самом деле мои как-то не очень ну да увидел фрактал дизайн какой но это иксбокс ван первой версии в это будем собирать ком прикольные 60 форс но мне кстати где-то дома тоже валяется корпус могу притащить но правда там собранным вот с этим то что ты мне давал материнку и на и диска они не надо нам тоже как это как видео плеер выглядит да но здесь можно здесь в этом корпусе есть проставка чтобы видяха вот так вот стал параллельно материнку и вот по поводу а 40 astra gaming наушники хорошие но во первых они помни продаются уже больше в россии тяжело их найти а во вторых для меня я бы сказал слишком все наворочено в них то есть какой-то дикий у них пульт управления там знаешь прям целы не знаю как по запуску ракет такая вот центральная консоль управления запуском ракет с мкс а то есть ну какой-то от большой но наушники хорошие я не могу ничего плохого сказать но лично мне ну как бы у меня есть есть человек ищет кого-то кто разбирается питоне питоне да есть меня утоложенный вопрос в интернете не накопал ничего двигать три дня слушайте если честно сколько я помню когда я сдавал ег питон разве что нужен для части c для того чтобы написать программу это не обязательно можно написать там любым языком программирование если вы вдруг плохо разбирать питоне там даже можно по моему хоть на этом русским языком просто пишите ну по правилам написание программ ладно так откуда узнали что они не работают кто кто родник видимо мы с тобой а там был типа ребята дети работать зарабатывать они пытаются выиграть наверное откуда узнал что они не работают да ребят чатятам может тут сказать но 17 диагнозе поцом i7 до 60к или это тупо если без видяхи таких моделей а вот у нас вот пятнашка на i7 за по-моему там 70к что ли прикольно все прочитали это 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 робили одну неделю на звук шикарный так странно обрывки фарфрас ловить ул всем три дрипер за мой счет зарасти еще раз привет за каждый сразу за призом москву или по почте отправить да по пути если вы в москве мы в москве далее если вы в москве то можете нету почту отправим по россии по россии по россии либо найдите кого-то же васик наушникам прилагает забирайте на самом деле то есть как бы нет там народ очень просил чтобы я пропитал их своим потом по-моему это да ладно шутим без проблем так стоит сдавал его я думал ты старше меня я по-моему у нас был то ли второй год сдачи г что-то в этом роде ну вот дима говорит что я просто бородатый ребенок так для санхайзер game one лучше купить комплекте санхайзер gsx 1200 pro если у вас есть средства то почему бы и нет хорошая звуковая плата будет хорошо раскачиваться на хайзер эти ну как бы gsx и она клевая клевая то есть клевая такая на эти ненапряжный делает все сама 7 1 в ней хорошие и советует под game one game one стоит помощью 1011 комплект gsx 1200 pro я бы не тратил деньги во первых на 1200 pro потому что 1200 pro отличается тем что у нее есть выходы на соседние 1200 pro и это сделано для киберспортсменов то есть у вас там вы не ходите не зная в клуб и ваши друзья не закупят там тоже gsx 1200 pro то переплачивать за нее нет смысла берите просто тысяч на а тогда звуковуха хорошая то есть вообще кстати самое интересное знаешь когда начинал писать текст я понял что на рынке нет практически внешних игровых звуковых плат у иисуса есть одна по моему довольно старая модель это zoner у 7 существует такая черненькая коробочка и у кривиативы есть одна платка g5 как бы asus я свое время тестил но к сожалению не помню как она звучала слишком давно было вроде неплохо но не прям чтобы прям супер супер да это же не знаю правильный этот ответ или нет какой второй вопрос это про разработчиков кем разработан алгоритм для эмуляции объемного звука потому что мне кажется этот ответ даже правильный наверно здесь правильно здесь правильно здесь тоже правильно ну я думаю окей засчитаем человек мне просто кажется что вот он конечно перечислил имена и фамилии ответом на второй вопрос но дим я тебя попрошу кстати еще подкидывать вопросики в чат есть можешь я прям сломал столько что знаешь ну просто проверю работает ли они в той компании которая разрабатывала это но судя по всему работаю так что мне кажется что это верный ответ ну да давайте окей да да естественно мы примем это серьезно серьезно подошли весь список сдал всю команду да только что ой мадарик ой мадарик он уже три раза присылает ответы правильные с трех разных почт думаешь что я не замечу вот понимаешь просто да друзья присылайте свои ответы на почту twitch собака игромания ru дима вот сейчас скидывает еще раз все вопросы но три раза нельзя так поступать нам нельзя нам тут пишешь парню скажите честно сколько сенхайзер вам отвалил за рекламу друзья ну вот видите у вас вы все в наушниках нам всем хорошо смысле мне не достались у меня дома еще ни одних нет смысле мы все в наушниках я не понял сейчас что началось это не было игромания сенхайзер да я люблю сенхайзер сенхайзер цех кто-нибудь фотошопе сделать им фон сенхайзер сенхайзер сенхайзенберг или железный цех сенхайзер господи так что еще есть не тут кстати пишет что если есть деньги берет креатива последнее поколение так или c а это не креатив чего цей слушать надо по-моему креатив не креатив нет я не знаю знаю что такое цель креатив аудио по моему ну может быть может быть не знаю что может быть отличное предложение если у вас есть средства купите личный оркестр вокальный ансамбль чо уж ребят скажите ваше мнение время поменять хдд выбирая между samsung 960 его 1tb или лучше взять пару из излишних по 500 гигабайт серьезный знаете следующий комментарий сразу зажрались откуда сколько школьников деньги я не знаю как вам удобнее смотрите пары с излишних можно в рейд 0 соединить и у вас прямо на горло не подозреваешь скорее всего и собирается да то есть вы будете собирать в рейд то скорость будет сильно выше да но вопрос конечно в сохранности данных потому что если рейд развалится вы просто потеряете их все черт с ним на справку не париться на этот счет туда то была за песня наверное который ты слушал да вася слушал металлику hardwired да у диджейских микро есть нет ребят скажите так про хдд ответили так а если есть звуковуха которая может 51 есть гарнитуры которые могут это раскрыть а то всякие виртуальные есть степы вообще не понял вопросы как бы смотреть если ваша карта держит 51 до звуковая до любых наушник 51 будет играть дальше уже зависит вопрос в том насколько хорошего качества уж то есть мы там возьмем вот этот gsx 1000 до подсоединим к ним не знаю наушники за 2000 рублей они не станут играть лучше потому что как бы но они не снизу не способны отображать нюансы звука то есть когда мы посреди берем там 650 и подрубаем дата звуковых из 51 туда мы получаем очень крутой виртуально 51 потому что динамики такого уровня они готовы они реально отображают все задержки они успевают реагировать на то что отдает звуковая плата надеюсь мой ответ был такой же непонятно как ваш вопрос я вам помог тут не нравится модарик уже кстати оправдывается я думал что просто в первый раз я написал почту неправильно поэтому продублировалось а то что ты прислал с у корня да это тоже типа почта вдруг где туда писал или что ладно шучу на самом деле в один хайзер дима можно я сделаю вот так вот рау а ты в ответа не прислал ну хорошо ладно окей так чё ты прочитал да вопрос у нас тут как не заканчивается до ачх зависит от наушников динамиков ну-ка ну-ка можно мне полную лекцию вообще дача зависит от динамик есть ачх динамик весь ачх звуковой платы все это как-то там переплетается понимаете это же вообще бред про ачх я вообще не не пытался бы рассуждать это из разряда как я вам тут недавно видел чуваки выпустили чё-то из разряда выравниватель юсб сигнала на и звуковых это как золотая карточка езди ну да из этого то же самое ты уже дошел до тех вопросов которые мы видим да вы все с нами прочитали че еще хотел сказать слушай вот мой хороший вопрос сколько gsx 1200 можно подключить друг другу да мне не надо наушников хватает а вот второй раз уже схитрил ну так ладно не друзья давайте не надо ну чё вы надо уважать да как бы все у всех будет честный как бы рандом сегодня не там не 10 не 12 у всех будет сегодня шанс отлично я считаю правда это согласитесь это более честный подход мой киносупер пишет в конце розыгрыш можете скинуть ответы чат-то в google не может найти конечно с ним лучше произнесем словами потому что чате вдруг потеряться могут так обязательно скажем так хочу купить ноут не дороже 10 к лучше за бесплатно то что можешь порекомендовать вы когда купите нам тоже напишите на чём есть 10к наверно это google chrome только искать да на хромосах нет почему знаешь есть есть же нетбуки по моему до сих пор остались какие-то и ну просто тупо печатные машинки даже они наверно лагают с этим с видосами а лучше купить разбери пи все сделать самому все сделать самому да ладно так ну чё мы на все вопросы ответить слушай мы стоим прям молодцы сегодня ну может новостям перейдем у нас ноутбук еще мышь про ноут не рассказывали слушай я же ноутбук не просто так брат ну давай тогда надо рассказать давай так короче говоря это наконец-то бюджетный игровой ноутбук от asus ну бюджетный довольно ты чё зачем ты нажал пробел монет ну я просто хотел проверить друг механик нет это механик как бы ну не та цена чтобы здесь ловить механику на самом деле какую цену старт от 65 тысяч рублей это за 1050 ти необычный ти обычный ти обычно 1050 слушай хороший набор на самом деле потому что не так давно за такие конфигурации попросили на десятку больше они стартовали от 75 то есть этот ноут это asus 3x gl 553bd называется у меня он к сожалению к сожалению это реально к сожалению в топовой комплектации идет то есть у меня это машинка на а и 7 7 700 hq и соответственно по моему 12 гигов оператива у меня здесь торчит и видяха 1050 но ноутбук ну соответственно цена где-то 75 эта модель но есть конфигурации значительно проще то есть поменьше оперативки а и 5 стоит этаж 1050 из-за него просят где-то 65 тысяч что это вообще такая за конфигурация начнем с этого наверно то же 1050 на самом деле это еще тут люди с рабочей почты что пусть пишет интересно где-то же сигнал очень конструкцию беру серьезно серьезно что 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 это вообще за конфигурацию 1050 звучит довольно стрёмно на самом деле данный как бы младше видяха но на самом деле это видях он просто тащит абсолютно все на среднем высоких настройках ты чего походишь да еще один правильный ответ у нас он просто написал что есть хотите могу вообще ссылку на патент прислать по поводу второго вопроса и просто тоже прислал видишь и имена фамилии еще один человек прислал да круто круто ладно так нас спрашивает о каком ноутбуке идет речь мы рассказываем про asus republic of геймер g553 бд вот то есть грубо говоря реально это просто связка она тянет с любую современную игру да не на утром не на утр она тоже вытягивает но там 25 30 fps соответственно есть просадки уже но такие серьезные когда ты видишь шлаги определенные давно не всем это понравится но на медиум хаях она тащит выдает там свои 35 33 35 fps получается ну соответственно если это берется под какой-нибудь не знаю там starcraft league of legends да ищется но там по те же танки какие-нибудь самолеты то там стабильные шестидесятка 10 10 50 дает уже давно но там мы давали свое время 950 и мы под это дело то чувство когда ты мако юзера ребята у нас стать и есть новый макбук про пятнашка мы не расскажем дальше для недели на через две недели я ее не брал с собой не повез сегодня слишком много ноутбука ввести да я взял 15 про чем знаешь самый забавный 15 про я чё хохотал над ним пятнашка про ну стоит 200 с чем-то ну этот стоит 65 и может больше чем пятнашка про забавно это ладно мы еще поговорим отдельно вот по новости чем мы можем сказать судя по всему с него и печатать пишет пишет все макат да ну именно я так полагаю с того про который ты назвал может быть почему-то я вам с него ты печатал надеюсь не с моего как вы на данный момент печатаете вот короче говоря ноут реально хороший бодренький игровой цена у него нормальная к по комплектации дальше договорю это если лишних здесь стоит что и здесь естественно очень правильно очень многие кстати любят последнее время в дешевые ноутбуки запихать хддшку на один терабайт и не ваше не да здесь запихали хддшку на терабайт и не забыли про это здесь зачем самый простой до из излишек самый дешевый да но он все равно круче просто этот ноут ну как бы ты есть ну нормально с ним работаешь он отзывчиво с учетом еще что у него массе 12 гигов оперативы то есть но реально это за подожди за 70 но где-то 70 до 775 я не смотрел конкретную комплектацию я просто говоря что он стартует 65 я знаю до каких вариантов он должен дойти то есть это ну нет ну в среднем 75 тысяч это должна быть комплектация цена да и здесь 120 гигов по-хорошему знаешь просто быстрая рабочая машина да с возможностью поиграть вот по дизайну ну скажем так каждому свое на самом деле это серия стрикс это джели у них есть 700 и 500 и помощь такие тоненькие приходили прям тонюсенькие тонюсенькие дизайн такой же у крышки такая же это причем штуковина даже как она сейчас светится но когда он не светится такое ощущение все равно что она светит ну потому что ярко крышка металлическая ну скажем это металл на такой металл я не очень люблю потому что вот вот в нем проводишь и все вот печатка на это фиг снимет нормально для всех это у всех кто делать металлический ноутбук скажем так в этом ценовом сегменте они все немножко пачкается внутри у нас чё ты ну клёво не поздравляем с приобретением что хочу давляем давайте мы чуть попозже поговорим как бы у меня много чего есть сказать мы нам не на этом эфире мы бы ну ладно приходите к нам через неделю и мы поговорим про мак да через две недели на следующий день я уже не не дает сожалению да не будет эфира соответственно следующий эфир там вообще будет внимание внимание дим самый важный вопрос очень важный вот прям просто вообще важнее него ничего не может быть можно открыть одной рукой ноутбук ждем сейчас это просто важно нужно уделить этому очень много внимания просто я сейчас всего не успеет уйти в сон его подниму и начнется туда-сюда до экран очень тоненький и как бы легкий и ну и соответственно основание тяжелый ноутбук сайте вот все он запустился но это среди дешко садить рога круто просто рулит ну вот начинается что ночью обновить сходишь на дачу не обновить еще что-то сейчас хоть там чё там еще и значки теперь меняются что ли а я ни разу не видел весну ли у меня винда не обновила здесь у тебя вот такая же не я просто к тому что я заметил то что там значки меня ну хоть право упала как бы и уведомление упала он там просто сильненькая с значком винды я не знаю я чё ты как не обращал внимание кстати кстати раз мы затронули да с экраном IPS полноценный IPS ну видишь да не меняется очень круто почему IPS отлично я не успел ее к сожалению замерить мне моник вообще не важно какой-то энк вообще не важно просто главное моник и размер но тут вот я попробую попользовался вот этим вот предатором у него же там тоже IPS ну сейчас к счастью практически у всех стоит IPS это так круто вот просто реально это небо и земля вот выглядит совершенно иначе просто по-другому IPS и TN ну такой знаешь многие с собой не согласятся потому что у IPS есть определенная задержка ну мы говорили да было о том что это как вот обсуждали уже эти 5 миллисекунда одна миллисекунда да вот эта вся фигня я здесь не вижу каких-то серьезных задержек и экран ну реально по цветопередаче ну хорош надо померить конечно что у него там с дельтой может быть на следующем эфире да расскажу наверное вот дальше чего про него чем меня зацепил удивил этот ноут батарея батареи просто отвал башки какой-то короче говоря была история с этим ноутом я был не дома на выходных уезжали у нас там заканчивается чемпионат России по футболу нужно было посмотреть как играет ЦСКА там еще чего-то вот цепляют ну там грубо говоря сидел на кухне с этим ноутбуком вот там стоял на зарядке я его переношу в комнату где там находятся все на тот момент отцепляют зарядки и ставлю туда и прошу а сам уезжал вот и прошу как бы подцепить зарядка он будет садиться думаю что он успел съесть фиг там я его зарядил только на следующий день то есть он нормально реализован просто бывают знаете игровые ноутбуки в которых не реализовано переключение между дискретной график дискретка врубается просто не активируется ядро надо стать уточнить почему вот не знаю точно почему этот момент но есть ноуты которые всегда работают на дискретный график здесь нормально он переключается на чип интела и по 6 часов 6-7 от батареи ну в офисном режиме стандарт посмотреть ну весь эфир вот сколько у нас сейчас да когда мы начали с тобой сели в час 30 до час 20 я его включил сейчас 3 11 два часа он в работе осталось 60 процентов заряда у нас 15 минут до конца эфира мы еще не зачитали ни одной новости ну без новости я тебя понял нас прошу какой ноут на 1080 можно взять да никакого нет таких на 1080 есть 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 2d короче смотрите есть вы готовы отбашлять столько денег берите asus gx 800 у них там 2 1080 еще систему водяного охлаждения на халяву дают ну как на халяву но все месяц и 400 стоит но я думаю это примерно как бы стоил ноут на 1080 чего еще что еще про ноутер сказать васян давай ты свой метким взор взглядом окинь его и че-нибудь расскажи он толстый вау кружку ставить классно подставка он привода как у него есть где разъемлем а с юсбишник у него кстати нормально два юсб с одной стороны и даже юсб тайп си ну куда же сегодня без него да один юсб с этой стороны здесь кэнсингтон лог выход на hdmi выход на лану держит соответственно вай фай 5 герцовый герцовый то есть никаких с этим проблем нет скажите вес вес у него навскидку килограмма два с половиной я бы сказал трешки но сейчас я уточню друзья по поводу веса он не супер тяжелый то есть у меня были ноутбуки значительно тяжелее но и не супер легче что-то такое среднее но в принципе а по весу этот ноутбук из разряда можно кидать с собой в рюкзак там и носить там куда хочется не только до машины тащить его то есть допустим вот когда мы тут помнишь мерились я был предатор семнадцать года и у меня был джель 701 вот там да вот там уже вес как ты его до дома дотащил норма друзья два с половиной килограмма с батарейкой этот ноутбук весит ну плюс еще грамм 300 400 наверное ну заряд к нему то есть но общий вес где-то по трешку можно таскать прямо не супер тяжелый скажем так дно этот сундук собой таска вы знаете я вам скажу так этот сундук весит не сильно больше вот этого macbook pro пятнахи и банку про кстати ощущается тяжелее чем этот ноут тупо потому что он как бы ну более плотненький маг в общем такая вот игровая машинка я вообще надеюсь что она у меня задержится на какое-то время и это не последний эфир про нее а ну да наверное я нашел за что поругать я что-то забыл и мы за это ругали эйсер прошлом эфире угадайте на панель до панель из панель кнопка в игровых ноутах нужны раздельные клавиши клава кстати не так много народа на самом деле играет на тачпадах я играю во что ну у меня бывает момент когда я куда-то выезжаю мне лениво подключать мышку я хочу поиграть какой-нибудь не знаю telltale я в любом забили за суши во что бы я ни играл я беру мышку есть или лежишь на диване к примеру это неудобно если он у меня стоит включаю молодец даже если лежу на диване что дальше это удобно я тебе еще запрещают мне так говоришь как будто я говорю нет нельзя подключать мышку к ноутбуку у меня бывают ситуации когда вот нет у меня мышки понимаешь а если у меня просто нет мышки с собой ну не вот не взял я ну вот дома забыл мышь ну нет у меня ее с собой в рюкзаке что мне делать тачпадом да вот в таких моментах бывает что нужны раздельные кнопки все убедил тебя победа моя но клавиатура зато у него очень клевый то есть не полная подсветка у этого ноута клавиши высокие бесшумные ну да тут немножко гуляет подложка но не страшно опять совсем не критично хорошая хорошая машина за свои деньги посмотрим честь не будет дать что сейчас у нас его сейчас резко не отзовет данную выставку примеру вот я думаю поюзом и он не последний раз здесь появился мы расскажем побольше мелочей ну новости что ли или у нас есть вопросы запросы вообще следишь или сказать переписываешь начнем спрашивали не так нашел ноут за 7 к атом ггп потянет стук не потянет так на диване без мышки нельзя так понял дим чего на диване диване без мышек нельзя можно так вот вот пишет лишь у меня ноут ас g-751 там на аппаратом уровне дискретная карточка не работает глупо энергозатратно вот вы живете у вас и маг вы точно это не моей жизни вот я надо запросить мы спросим массы почему как бы отрубают встроенную график проции почему так теряется как-то я не задумался на эти вопросы так вес мы сказали не ноуты для игр но ибо слишком все хрупко и потом греться запарит и апгрейди тяжело и невозможно дорого апгрейди тяжело это да я вам отвечу так ноуты просто не для вас но это не значит что они дно или еще чего-то это не ваша вот ну просто не ваша не стоит говорить что сейчас но это лази наш да ты ответил правильно ты в розыгрыше участвуешь не парься сомневаюсь надобности игрового ноутбука а зависит от сценариев использования друзья как бы я всегда говорю что игровой ноут это вещь который экономит кучу свободного пространства позволяет вам перемещаться там тоже самое вот понимаете вот если я поеду на дачу да ну грубо говоря на выходные захочу там поиграть я не могу забрать до из дома комп да у меня стоит очень как бы мощная машина да на а7 да на 980 да я ее могу апгрейдить да вася то есть как бы ну я не могу взять с собой на дачу поиграть там допустим ну вот просто на выходных да нет я не ну это ну не вариант не что я могу взять вот ноут вот-вот вот его я просто закрываю кидаю в сумку и уезжай куда хочу приезжая могу играть можно еще раз модель asus gr553 vd все нашел кроме ответ на второй вопрос это видимо проект да я играю в дипонию на дачу под я еще раз второго вопроса могу кстати показать там подсказать там не фамилии имена там название компанией да не обязательно фамилии имена не нужно мы вообще не ожидали что кто-то начнет присылать имена разработчиков да но вот кто-то в сенхайзере сидит знаешь эти чуваки которые разыграли да 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 350 они будут мои мы не выиграли 373 мы не выиграли 300 может 350 возьмем сильно греется под нагрузкой нет не сильно греется ноутбук в принципе он но там греться честно говоря нечем то есть 1050 это настолько холодные карты но там мало процессоров все такими потоковых то есть он нет практически не греется практически не шумит я на это проводу до прошел fire watch до поводу роги на 13 14 дюймов ты ответил я не знаю мне кажется нет у них таких рогов но надо уточнять но мне кажется что нет нет я не я не помню по крайней мере на вскидку о сэнсэй о сэнсэй по поводу сенсоров для мышки хочу вам пояснять вне 9800 модно перепаять на 3366 что можно перепаять на 3366 хотите так поясните сенсором для мышки сэнсэй вне 9700 модно перепаять на 3366 я вообще не понимаю вага 9800 стоит а вы хотите поставить другой сенсор на 30366 но я не знаю по моему нет довольно странное занятие вы уверен что контроллер мышки как бы ну нормально воспримет новый сенсор и все будет управляется так как нужно я вот не уверен я вообще таким вещами не занимаюсь я только телефон ну перепрошиваю так а я свое время в мумо спокойно тачпаде играл на асере 19 дюймов делал привычка друзья у меня был тошиба косме x500 на котором я на тачпаде в этот рубился на что warcraft могут варкрафт на тачпаде мы в героев играли на тачпаде 3 то есть ты все-таки поигрываешь на тачпаде но если ты просто говоришь я просто взял ноутбук на дачу друзьям и мышку мы забыли то есть бывают ситуации когда у тебя нет мышки дима проколол уже надо меньше говорит есть кидали перезагрузку границ так их не хватило на 10 минут гугления дима есть роги на 13 14 дюймов да я тебе передавал этот вопрос сейчас вы на даче играть на даче копать на одну пока понимаете как покопала поиграл надо же отдыхать то игровые ноутбуки это спасение для работников 3d сферы на самом деле игровые ноутбуки это спасение не только для работников 3d сферы это спасение для любых людей которые занимаются тем же фотошопом кадром не знаю монта монтажем да то есть это но машинки реально рабочие то есть я вам говорю серьезно вот но стоит за 75 штук да он в рабочих условиях оказывается немедленнее будут профессионального macbook до 15 дюймов который стоит 200 чем то то есть вот да это спасение диман диван вздремнуть решил что ли да молодец так ноуты больше нравится чем пекарни ура gtx 10 760 versus rx 580 тут 80 наверно больше ты вообще играешь в силу нет реклама отвечая все рекламы еще смотрят да так почему нет наушников розовом варианте одни черные я уверен что какой-нибудь фирмы найдутся чего розовые наушники для почему есть наушники розы у hyperx club ум есть розовый по-моему у этого который сегодня как раз вспоминали астров тоже не знаю по поводу вас 3 я знаю что фотки есть розы у меня была прекрасная история с компанией ником по-моему мы разыгрывать прямом эфире будем дим с помощью рандом орга эти списочек скину даже могу прям щас взять и скинуть у меня одна видеокарта длиннее чем весь ваш паленый ноутбук но в эту проблему я про ваш у вас одни черные но у нас вот серенькие есть наушники ведь вот сенхайзер чуть-чуть серенькие довольно давно чуть красненькие мне дать приколу то что они чуть-чуть красненькие мне в этом плане понравился дизайн микрофона вот у этих потому что я не знаю мне пофиг как выглядит на уж ты видел мои 280 как они выглядят как мне всегда интересно чем у меня лежит на столе чтобы она тоже красиво смотрелся для тебя на столе что было красиво ты свой стол видела ты видел его стола но это на работе ребят вы должны понимать сейчас это на работе а то снимаете это разве есть просто кучи мусора все все навалено их и сверху красненькие наушники да то что важно что должно быть красиво сверху вас палишь сегодня просто злостный как-то так ладно чё давай новостюхи прочитаем а то что-то как-то беда давай парочку у нас как раз 6 минут осталось да ладно тебе заливать чё парочку все прочитаем у нас как бы там новостей-то не жирно да давайте к новостям прыгнем так первое новость про амд амд заявил очень прикольную штуку да как мы вот так резко да на новость вот амд очень радуется райзеном потому что разина у них получаются не бракованно очень мало брака при производстве как утверждает амд выход годных разинов почти 80 процентов что просто ну а тазли восьмиядерных процессоров очень хорошие показатели и в принципе они должны радовать тем что ну не знаю чем должно радовать ну ладно про просто порадуем за md то что они нормально зарабатывают денег да и не теряет много денег на браке дальше про амд про md 31 числа к мы напоминаем на computex и будет презентация закрытая про новые веги там на ум подобные нас не позвали но это дело привычное как бы в видеокарты игромания это зайдешь заберешь и уйдешь чего я там заберу бегу есть разу беру ладно короче говоря появилась информация о том что амд концу этого года уже планируют не то что одну бегу запустить на собирать запуск века 2 0 уже готовит что-то как-то бы да уже разрабатывать он тоже там понятно что geforce 2000 появится и надо надо будет чем-то отмечать хотя на самом деле я не верю что века 2 0 появится к восемнадцатому году ну концу семнадцатого я думаю это опять же будет через год типа там ну начало ну так же весна-лето восемнадцатого года ну ладно посмотрим что будет дальше от nvidia прикольную новостюшку но не одни от самой nvidia там какие-то люди что-то сфоткали и выложили в нет сейчас диману как раз ним здесь фоточку открой ладно ссылку nvidia титан новый вот короче появилась фотка непонятная видеокарта на которой написано титан используются цвета вольты видно соединение nv-link которые правда используются не на титанах она как они называются третьих рабочих платы забыл на рабочие платы но короче говоря по этой фотке есть предположение о том что у nvidia возможно есть уже готовый титан на архитектуре новый на архитектуре вольта это немножко странно но опять же коррелирует с тем что скоро амдшники запустят вега и возможно и виде нужно чем-то будет перебить их и поэтому уже где-то близко титан посмотрим что вопрос какой с каким названием и относительно чего он будет строиться как архитектура потому что на архитектуре вольты как бы тут видны на вольте уже да да этот понимаешь тут как бы уже раскраска фирменный идет вольт то есть думаешь начнут а то есть у нас теперь еще и раскрасочка будет желтенькая ну возможно почему нет непонятно на самом деле как бы не очень понятно во-первых там соединение nv-link то есть это может быть говорить о том что nv-link видишь вот две прорези одна посередине видеокарты и туда подальше уходят прорези вот все будет видишь это из салай на это это типы салая но коннектор другие это коннектора рабочие да там выше скорость может быть как бы ну консюмерские решения тоже переведут найти nv-link думали быстрее короче вот такая прикольная новостюшка есть от интелла тоже пришла новость кто у нас внимательно и смотрит все передачи может быть помнит о том что появлялся слух о том что intel подписала наговор с амиде на лицензию некоторых патентов разработок в сфере графических адаптеров соответственно intel встраивать свои процессоры графические ядра и в любой сейчас сегодня графическое дро нарушает кучу патентов что амиде что nvidia и по гавайи то есть до этого intel с партнерился nvidia у них лицензировал не ну серьезно что ли насть можно вот коридоре спасибо вот nvidia да это intel до этого партнерился nvidia и заказывал потянули лицензировал технологию них сейчас этот вроде как патент истек и появились слуха о том что intel подписывается с амд но сейчас и дала опровергла эту слуху и что умеет мы ни с кем не подписаться мд сотрудничать не будет вообще что за 3д рипер такой а кто эти люди почему где наша монополия там очень важный вопрос появился как думаете сколько будет стоить 3д рипер я не знаю я думаю в два раза дешевле чем нет не 2 или меньше смотри 8 ядер от intel сегодня стоит штуку баксов от амд стоит 500 баксов 12 ядер от интел будет стоить полторы штуки баксов соответственно я думаю 3д рипер должен где-то 750 800 долларов стоить ну мой прогноз но это прогноз полимашка либо кассариум будет стоить ну долларов соответственно да и подскажите какую мать затопать ай-7 7700 к за 270 от осу соберите и не прогадаете так про microsoft от microsoft тоже тут пришел анонсик мы о нем долго говорили они представили новый surface про я уже не знаю какой четвертый пятый еще чего-то могу сказать что как бы это типа планшета ноутбук такая вот странная штуковина которая стоит 800 баксов на корай 5 и там со связи с ником младший на кора 7 обойдется как вообще хороший крутой ноутбука будет стоит две семьсот долларов сша но я не люблю формат таких ноутбуков то есть я наверно поюзал бы surface и вообще хочу давно поюзать surface но у меня его первые были на мой взгляд очень первые они были у них помнишь как была красавица реклама да а вот у первого когда такие вот клик 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 не знаю я ни одного не юзал к сожалению они по моему нас особо не продаются все таки нам какой-то самый первый привозил нет не привозили нас не было в редакции surface вот но я не люблю вот конкретно этот формат ноутбуков но я уже рассказывал почему то что он просто не держится на коленях и перевешиваем все вот подъехать приезжаем дела мобильные дела по мобильным делам у нас тут появились информации о 845 снэп драгоне то есть только 835 запустил уже по 845 говорим говорят о том что четыре ядра а 75 cortex будет ареемовские до соответственно и андре на 630 то есть мы по сути особо ничего не меняется до производится я думаю примерно такая же останется чуть наверно частоты подгонят приятная новость только о том что вроде как 845 шпагон будет делаться под тем же 10 на метровым нормам а это значит что qualcomm сможет слезть с иглы самсунга и наверное перейти на те смс-шные заводы это большой плюс за счет того что ну скажем так новые телефоны ну на тот момент флагмана смогут все-таки позволить себе 845 не будет истории вот этот подлый да когда топовые телефоны не самсунговские вынуждены использовать 721 снэп драгоны то что самсунг зажал 835 потому что на своих заводах это дело но это мы потом поговорим как-нибудь время мало да плюс еще появилась информация от самсунга то что в америке если вы купите один с 8 там дадут второй в подарок да америка почему бы нет отлично там что-то конечно такая схема знаешь но там небось еще нужно подключиться к определенному оператору мобайла надо купить вот эти бегут договор еще на пожизненную аренду я не знаю надо изучать их договора кстати у них довольно дорогая связь то есть мне настало дешевле но все равно дорого то есть в этом году в нью-йорке она стоила 30 бачей за два гигабайта вы просто ну типа пенго такая вот всегда еще прикольная новость самсунга они тут анонсировали гнущийся тянущийся протыкающийся ну не не протыкающийся в смысле он заворачиваешься да в общем что хотите то с ним и делайте дисплей вот это как раз вот следующая новость выглядит интересно вопрос где это будет использование я надеюсь на глтx думаешь телефона я очень надеюсь просто я помню очень классный концепт на эту тему браслет браслет он прям вот браслет который у тебя вот так тут всю руку охватывает и ты можешь прям по нему с электроникой проблемы но скорее всего потому что сегодня электроник все нужно вот сюда еле запихивать но и че вопрос конечно поддерживать дисплей дальше про самсунг да у нас еще про дисплей а тут такая новостью прикольная типа самсунг заключила контракт apple на поставку олед дисплей для iphone 9 все они еще восьмерки вообще не запустили а уже на девятки думаю ладно нормально согласен так давай по разу на iphone ушли кстати восьмерки появились также фото фото типа корпусов уже выпиленных из металла где все показано и сегодня же еще к сожалению не добавил чего еще появился по поводу iphone 8 все-таки говорят датчик сенс но датчик отпечатку встроит под экран все таки все таки да подтвердили никто вообще не подтвердил что iphone 8 то в разработке просто еще один слух на эту тему появился еще один да вроде как из более-менее надежного источника вот сейчас мы показали как бы фото корпусов уже такие вроде как выпиленные а еще сегодня также новость вышла о том что apple может выпустить вот этот свой карандашик pencil для iphone у них там появился типа типа как ноут будет как galaxy note 8 да там зачем чего слушай ты знаешь очень многим удобно вот ну как бы пользоваться пером на телефонах многие покупать его за 100 баксов кто-то использовать ну что делать хочешь перо плати 100 баксов не вместо баксов мне при этом я знаю несколько ну то есть видел часто в метро люди очень любят еще рисовать то есть есть мощные графические редакторы на телефоне и с помощью таких устройств пенсилов удобнее рисовать мне кажется нам ну конечно про это просто можно рисовать да как будет появляется возможность рисовать ладно давай дальше последнюю новость у нас они а резко мы да так вот чпок и кончил но к сожалению по ребят готовьтесь вот я сейчас езжу на computex я думаю вот следующий эфир часа на три вот чисто по одному computex вот под просто не вылезая до с этих новинок и все следа вольфе можно сразу занимать два эфирные я думаю да там будет жесть просто полную на ты привезешь всякого железо я не знаю как бы как будут давать и свою схему сделал я не знаю ни про какие схемы вать да ничего не знаю каких схемах ты говоришь вот да computex будет огненный причем я еду с иисусом я помню только только три презентации да еще полный computex вообще жесть будет я кстати попробую видосики поснимать давай может присылай в эфир сделаем и мы за сделал не в следующий эфир а можем например стрим который будет следующий раз место железного цеха поставить привет от тебя стрим место железо посмотрим сумею удастся там будет интернета сможешь отправлять там тяжело очень наешь то есть это такая беготня то смотри у меня в игром они утром можем чего-нибудь поставить у меня один короче у меня есть полтора дня на computex я просто буду ходить 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 на выставке есть кто-то интересует кому интересно я наматываю минимум где-то километров девятнадцать сзади пешочком надо двадцать то есть это жесть просто схема попрошайки железа давай последнюю новость и перейдем уже последнюю новость чего google объявил о том что она будет запускает android go это новая новая версия android никак не коррелирует с android oil и там еще с кем-нибудь андроид это более легкая да это android который не будет тормозить на дешевых телефонах вот так вот и на этом прекрасно на это новости мы не завершаем эфир а сейчас будем разыгрывать наушники да 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 сейчас подожди вот я вижу тут еще два письма так здесь ту туру туру ну вот это видимо правильно вот это неправильно вот это правильно ну кто уже добавлено чтобы видели свои почтовые ящики я спал что за рот разыгрыш но вы к сожалению уже не попали разыгрываем gsp 350 и сейчас все уже последний этап так ну тут тоже не знаю дима если один ответ неправильный если один ответ неправильный то значит неправильный ответ ну все так ну окей и много у тебя там таких в смысле здесь никого здесь кто отвечал правильно ладно что закидываем мы пишем сейчас подожди проверим гаси как модно о еще один человек появился еще один успел да сейчас секундочку вот ха давай да ты шутник ты даже письмо не прислал вот ты пойми я не изменил почту а не подожди еще есть вариант 10 человек выиграл 10 в смысле ты уже разыграл что ли дима дима это дима ну как то так не делается ну ты там пока время делал время сколько ты будешь сейчас шутить ну типа две минуты у нас еще как минимум есть ладно поздравляем оберон 91 поздравляем вас с выигрышем да чуть попозже с вами свяжемся по поводу доставки вы молодец вы молодец поздравляем вас поздравляем это что у нас давай ответы зачитаем хотя бы да давайте ответы быстренько зачитаем собственно сколько сколько gsx1200 можно подключить друг другу для создания голосового чата без задержек это 8 штук кем разработан алгоритм бинар рендеринг энджин для эмуляции объемного звука 7.1 звуков gsx1000 и gsx1200 pro это санхайзер вот там многие предоставляли фамилии но они в принципе тоже были правильные и компании какие компании разработчики видеоигр сотрудничали с санхайзер для записи звука в играх это и о интерактив и юбисофт ну или или и звуковое сопровождение для каких игр которые были записаны на аппаратуре санхайзер это хитман или ассасин крит 4 или guilt wars 2 вот так ну то есть один из этих предоставленных ответов все равно считался как верный да 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 поздравляем вас поздравляем как человека зовут нет подписи сейчас давай посмотрю вот он да но к сожалению лорд демон лорд демон будем называть его просто лорд демон просто назовем его демон 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 все заедет человек ладно друзья спасибо большое за внимание спасибо что были с нами увидимся с вами через неделю потому что на следующей неделе ну через две недели да получается да да через две недели потому что на следующей неделе я уезжаю на computex удастся ли мне прислать какие-то видеоролики не удастся ну я сомневаюсь что я что-то пришлю слушай computex там жара море какие ролики потому что Диме будет пофиг потому что Диме пофиг на вас на самом деле ладно друзья были рады вас всех видеть спасибо что комментировали задавали свои вопросы были с нами все это время участвовали в нашем розыгрыше всем спасибо с вами были Дмитрий Колганов Василий Копейкин и Дмитрий Кудряшов за кадром всем пока да удачи спасибо 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 спасибо